Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 27 стих 8 главы книги Исхода. Моисей разговаривает с фараоном и просит фараона отпустить народ Израиля, чтобы они ушли на три дня пути и принесли жертву Господу Богу. И всегда этот торг Моисея с фараоном вызывает некоторые недоумения. В действительности Моисей как будто, если не лжет, то, по крайней мере, что-то недоговаривает фараону. И в 27 стихе рассказывается о том разговоре, который состоялся после четвертой египетской казни, после нашествия песьих мух. Некоторые полагают, что это было нашествие каких-то страшных диких животных. Фараон уже готов пойти на уступки и посылает, пойдите, принесите жертву Богу вашему, но принесите эту жертву в этой земле, в Египте, не уходите никуда. На что Моисей отвечает, мы не можем этого сделать, потому что египтяне не любят наши жертвоприношения. И если мы будем совершать эту отвратительную для египтян жертву, то они нас побьют камнями. Моисей что-то недоговаривает, он пытается подобрать какие-то причины, объяснения, почему во что бы то ни стало ему нужно народ увезти в пустыню, как минимум на три дня в пути. По крайней мере, Моисей нигде не обещает, что народ вернется. Конечно, по наивности фараон, может быть, и допускает, что народ вернется в любом случае, но Моисей не договаривает. Более того, в данном случае Моисей лжет не от себя, он буквально исполняет то предписание, которое ему дает Господь, явившись в неополимой купине. Еще до встречи фараону Господь сказал Моисею, Но все-таки это впечатление, что Моисей остается неискренним с фараоном, а оно так вот и сопровождает нас до самого конца, и мы не знаем, что с этим делать. В тот момент, когда народ уходит из Египта, то фараоны, его приближенные, меняют свое мнение. Они вдруг с досадой говорят, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, ведь они больше не будут работать на нас. Итак, Моисей ни разу не сказал о том, что он хочет увезти народ из Египта навсегда. Он говорил только о трех днях пути. Более того, он с фараоном торгуется, кого фараон готов отпустить. Только взрослых мужчин, только людей, но без рогатого скота. Но все время повторяется мысль о том, что жертвоприношения и праздник, который народ должен устроить в честь Бога, должен произойти вне Египта, на чужой земле. Понятно, что еще речь не идет ни о свободе, ни о земле обетованной. Но все-таки, почему Моисей скрывает свои намерения? Почему он не хочет сказать открыто то, что он замышляет? Казалось бы, чем он рискует? Ведь на его стороне Бог, и фараон ничего не сможет сделать, если даже попытается помешать народу уйти из Египта. Почему он все-таки не договаривает? И разные толкователи по-разному это объясняют. И вы сами можете себе легко представить, что Моисей не может говорить правду тирану. Во-первых, это ему не поможет. Во-вторых, тирания, как вообще какое-то извращенное сознание, оно вообще исключает того, что возможно правда. Во-первых, что ты ее можешь озвучить, и уж тем более, что она будет озвучена и услышана. Поэтому технически Моисей вроде бы и не говорит ложь. Но он ни разу не сказал, что народ обратно возвратится. Другая причина, мы видим, насколько фараон ожесточается. И особенность тиранов, как сегодня говорят, токсичных начальников, очень часто это бывают люди очень своевольные. И поэтому, если ты просишь о какой-то милости или уступке войти в человеческое положение, то, скорее всего, такой человек, наоборот, ожесточается и начинает делать еще дополнительные неприятности. И мы видим, что фараон ожесточается. И в действительности он совершенно безразличен к проблемам, к нуждам своих подданных, своих рабов. Тем более для них рабы – это всего лишь какой-то ресурс, который нужно использовать по максимуму, выжимать максимум пользы. И поэтому в том, что фараон отказывается исполнить даже вот эту просьбу, показывает в том, что он действительно тиран. И начинается война. А на войне, как на войне, любой из нас может понять, что на войне бывают такие обстоятельства, когда необходимо обмануть врага, потому что иначе невозможно одержать победу. И зло восторжествует. Но вот эта ситуация Моисея с фараоном, уклончивость, какая-то двусмысленность, она в действительности вписывается в какую-то очень широкую картину. Потому что, когда мы читаем книгу «Бытия», то довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда главный персонаж, иногда даже любимый наш персонаж, вдруг что-то недоговаривает или темнит. Например, когда Иаков покидает дом своего тестя Лавана, Лаван с ним обходится достаточно подло. И мы можем понять, что от такого тестя нужно уносить ноги любой ценой. Но когда он уходит, то в Библии говорится, Иаков похитил сердце у Лавана, потому что не известил его, что удаляется. Библия еще говорит о том, что Лаван расстроился, сердце его огорчилось. Иаков похитил сердце у Лавана, похитил его покой. И Лаван мучается и протестует против такого поведения. «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увез дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно, укрылся от меня и не сказал мне?» И что же такому человеку сказать? «А что мне оставалось делать? Почему ты себя ведешь? Почему ты себя не видишь со стороны?» Но тем не менее, вот эта ситуация с Иаковом будет повторяться. Вообще его имя означает буквально «пита», то есть человек, который добивается успеха в жизни, иногда что-то приступая. «Пита». Он иногда ведет себя как мошенник, как обманщик. Например, когда состоялась встреча с братом Исавом, и Исав в знак примирения приглашает Иакова вместе продолжить путь в дом отца, то Иаков уклончиво говорит, «Господин мой, дети нежные, мелкие и крупные скоты у меня дойны, они идут медленно, поэтому пусть идут, как они идут. Если их погнать, как вы все пойдете, то они могут погибнуть. Пусть господин пойдет впереди меня, а я пойду отдельно». Потому что в действительности он боится Исава, может быть, его недолюбливает, но тем не менее, опять же, если он не произносит какую-то в прямом смысле ложь, то, по крайней мере, ведет себя как очень искусный дипломат. Когда сыновья Иакова захотят спасти свою сестру Дину, которую изнасиловал Сихем, то они тоже говорят «лукаво». В Библии так указывается, что они лукавствуют с отцом этих людей, и они соглашаются прийти и поселиться среди ибиян, но в том случае, если все мужчины города подвергнутся обрезанию. И, с одной стороны, вроде бы ничего лукавого мы не ожидаем, вроде это такое благочестивое пожелание, ну как если бы вы согласились поселиться в каком-то городе или в какой-то семье, если все жители и все члены этой семьи будут крещены. Поэтому, понятно, предлагается отнестись с уважением к религиозным ожиданиям и пожеланиям братьев. Но братья это используют в качестве хитрости, потому что мужчины после обрезания испытывают определенную боль, страдания, и поэтому они не смогут противостоять. И фактически все это затеяно только ради одного, чтобы устроить кровавую расправу, которая вызывает смущение даже у их отца, у Иакова. Поэтому Библия совершенно реалистично смотрит на эту проблему, что иногда даже праведники вынуждены лгать. Как Авраам поступает, когда позволяет свою жену Сару увезти в Гарем, точно так же поступает в какой-то момент Исаак по отношению к Ревеке, иначе просто они будут все убиты. И когда речь идет о том, чтобы просто выжить, чтобы тебя не уничтожили, то иногда приходится кривить душой и говорить неправду. Почему? Очень часто мы, когда читаем эти истории, то мы возмущаемся поступками людей, выступая в роли судьи. Священное Писание смотрит на это совершенно в другой перспективе. Оно видит людей, которые совершенно бессильны в том мире, где все измеряется физической силой и насилием. И поэтому небольшая семья, клан, которым являются потомки Авраама, для того, чтобы выжить в эпоху империй, где все измеряется силой, должны применять какой-то ум, хитроумие, просто для того, чтобы не погибнуть и выжить. До тех пор, пока у них не появится земля обетованная, единственное пространство, где они могут пребывать в безопасности. Но в невозможных ситуациях люди вынуждены себя вести так, как ведут себя Моисей перед фараоном, как Авраам, как Иаков перед своим братом, просто для того, чтобы выжить. Никто не должен принуждаться произносить ложь и жить во лжи. Истина, правда — это печать Бога в Священном Писании. И там, где нет правды, где нет искренности, там невозможно доверие. Где нет доверия, там все рассыпается. Страна не устоит, народ не выживет. Истина, правда, искренность — это необходимое условие вообще выживания народа. Но в ситуации, когда народ порабощен, когда мальчиков убивают, и нужно выжить всеми возможными средствами, Моисей, который понимает, с кем он имеет дело, идет на такую уловку. По крайней мере, в тот момент, когда он попытался быть искренним, он видит, что фараон только еще больше ужесточает положение его народа. Поэтому, чтобы не подвергать людей еще большему риску, Моисей предпринимает вот такой хитрый ход. Закон истины был в устах, и неправды не обреталось на языке его. Это так пророк Малахия говорит от имени Бога. Бог любит праведных и любит тех людей, которые не лгут. Наоборот, любой лжец отвратителен в глазах Бога. В псалмах говорится о том, кто взойдет на гору Господню. Это риторический вопрос. Вопрос, который наводит и на смышление. Кто сможет пребывать на святом месте его? Тот, у кого руки не повинны, сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно, не божился ложно. Человек искренний и честный. Но Библия здесь ставит очень точный диагноз. Правда и истина возможны там, где есть свобода. Потому что в условиях тирании свобода отсутствует, поэтому правда тоже исчезает. И поэтому правда возможна там, где есть свобода. Иначе ее не может быть. И если мы хотим жить в мире справедливом, то для того, чтобы нам выжить и построить такой мир, то прежде всего нужна внутренняя свобода. И в наших отношениях, в наших семьях, в нашими близкими, там, где уважается свобода, там человек может быть искренен с вами. На портале Экзогет.ру с вами был претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...